Всем привет! Сегодня мы обсудим одну наинтереснейшую технологию. Вот как вы думаете, как сделать ваш компьютер более отзывчивым, более быстрым? Доставить оперативной памяти, новый SSD, процессор поменять, хотя для ноутбуков это не особо актуально. Но в целом все эти ответы правильные. Но ни один из них не относится к сегодняшней нашей теме. Мы расскажем вам про технологию Intel Optane Memory, которая превратит даже слабенький ноутбук на Core i3 в мощную быструю машинку. Да, соглашусь, звучит не впечатляюще, но мы всё проверили. Результаты зачётные, скажу вам. Собственно, начнём. Есть два одинаковых ноутбука HP, модели 15DA0191UR. Оба с HDD, только в одном технологии Optane задействованы, а в другом нет. В остальном — полные копии друг друга. Тот, что с Optane перезагрузился за 30 секунд ровно, без него — за 2 минуты и 5 секунд. Я повторюсь, что ноутбуки абсолютно идентичны. Кроме того, они новые и настроены с нуля, с одинаковым набором софта. То же самое касается выключения и включения. Первый выключился за 3 секунды, второй — за 10 секунд. Включение с холодного старта занимает у модели с Optane 20 секунд, без неё — минуту и 3 секунды. Мы однозначно поговорим про софт и сравним всё остальное, но чуть позже. Я понял, что у вас есть вопрос, что это за Optane вообще такой чудесный, где его взять и вообще что происходит? Вот давайте по порядку. Начнём с истории. Intel была основана в 1968 году, и изначально они делали память, процессоры появились только спустя три года. Но как тогда, так и сейчас Intel продолжает делать память, только в последние годы это была NAND память, которую они клепают совместно с компанией Micron. Но сейчас пути этих двух компаний плавно расходятся. Смысл в том, что каких-то ярких революций на рынке памяти давненько не было, потому что флэш-память придумали уже очень давно. И мы не берём в расчёт переход от SLC к MLC, TLC к ULC, вообще не поняли, что я сейчас сказал, но оно вам и не надо. Короче, в 2015 году Intel совместно с Micron представили новый тип памяти, который называется 3D Crosspoint. Вообще информация об используемых материалах и физических принципах не раскрывается, так голосит Википедия. Но, судя по догадкам, принцип работы 3D Crosspoint основан на изменении сопротивления материала. Чё там на самом деле, знают только инженеры Intel и не раскрывают нам тайну коммерческую, оно и понятно. И всё это, конечно, круто, для серверных дел стоит дорого, но для внедрения в массы Intel как раз и придумали Intel Optane Memory в виде привычного нам SSD NVMe на 16,32 ГБ. Здесь такое стоит, можно купить в виде отдельной планки для настольного ПК, и полностью это называется память Intel Optane, не путайте с SSD Optane. Одна из фишек Optane в том, что если современные SSD в целом живут достаточно долго, но при этом иногда окирпичиваются, сломаются, проще говоря, то с Optane такое вообще практически исключено в пределах жизни нынешней электроники. Плюс Intel заявляют, что в среднем 3D Crosspoint в тысячу раз быстрее, чем NAND память в SSD, и примерно в тысячу раз долговечнее, чем SSD накопители, что очень важно, особенно при регулярном использовании. Звучит, конечно, сказочно и не верится, но это заявление именно Intel. Фух, теперь разбираемся, зачем он вообще нужен, этот ваш Optane. Сила Optane в мелкоблочке, то есть в обработке целой кучи файлов с размером в несколько килобайт, в основном 4, и желательно в несколько потоков, то есть в системных файлах операционной системы, допустим. Именно поэтому компьютер с включенным Optane запускается в 3-4 раза быстрее. Хотя, конечно, кто-то сейчас вспомнит о тестах в сети, где по скорости он сливает топовым Samsung в условиях, допустим, когда SSD нагружен целой кучей задач в 32 потока, то есть сугубо в синтетических условиях. Тут мы вежливо промолчим, что в тестах тех же Anandtech Optane по многим показателям выигрывает SSD, но сейчас не об этом. Но если загрузить SSD-шники той самой мелкоблочкой, с которой вы сталкиваетесь, когда просто работаете и играете на компьютере, а не синтетическими тестами, то в этом случае SSD упрётся 45 Мбайт в секунду, а вот память Intel Optane выдаст примерно 150. Но здесь ещё раз нужно оговориться, всё это пока не в паре с HDD, а просто как тест отдельного носителя. В этом ноутбуке HP установлен жёсткий диск на 1 ТБ, а также память Intel Optane на 16 ГБ. Её, конечно, можно использовать и как простой накопитель, но мы с вами делаем из Optane кэш-устройства. И нет, это не гибрид SSD и HDD, чего на рынке завались. Это именно устройство для кэша. Тут можно вспомнить, что попытки создать кэш-устройство уже были. Например, в 2008 году Microsoft представили функцию Ready Drive, которая позволяла из любой флешки сделать кэш-устройство. Но учитывая, что это был USB 2.0, флешки были медленные, не пошло. Потом Intel представили Turbo Memory, небольшие устройства PCI Mini Flash на 500 тысяч и 2000 Мбайт, которые также должны были ускорить устройство, но ускорили, но не сильно. Ну и в итоге появились гибриды и Fusion Drive у Apple. А что получилось на деле? Даже самые быстрые SSD, кроме Optane, по мелкоблочке как топтались на месте, так и топчутся. Система не становится быстрее, это как таковая константа. А как тогда работает память Optane? Благодаря технологиям Intel она запоминает, что вы частенько перезагружаете компьютер, кэширует файлы Windows на SSD-шник и вот вуаля, у вас уже быстрый комп. То же самое касается, например, Battlefield 5 условный. В первый раз игра будет загружаться жутко долго, как это и было. Но во второй и третьей раунды будут загружаться уже быстрее, потому что компьютер поймёт, что вы используете игру, опять же, закэшируют её и всё, у вас становится быстрее. То же самое касается Premiere Pro, Photoshop, вообще любая программа, чего только захотите. Всё это работает благодаря программе Intel Rapid 15 и здесь есть один недостаток. Вы не можете выбрать сами, какие программы для вас наиболее актуальны, но это пока. Совсем скоро будет релиз Rapid 16 версии, вот там эта функция как раз и появится, так что ждём. Давайте вернёмся к тестам. Запуск почтовой программы Windows – 2 секунды против 16. Открытие программы HP Jumpstart – 2 секунды против 18. Dropbox – 1 секунда и 4 секунды. Microsoft App Store – 4 секунды против 8. Что касается тестов CrystalDiskMark и ASSSD, то они перед вами, сами можете всё видеть. Теперь про требования. Чтобы воспользоваться Optane, нужен процессор с 7-го поколения или выше, неважно, i3, i7 любой, и материнская плата 200-й или 300-й серии. Плюс поддерживается только Windows 10. Что касается ноутбуков, там Optane либо есть, либо нет. Другие операционные системы Windows 7, 8, Linux, macOS – это всё пока что мимо. Подытожим. Для кого память Optane нужна? Либо для недорогих ноутбуков с HDD, потому что она реально его разгонит, либо для недорогих ПК со слабым процессором. Тот же Core i3 нового поколения с четырьмя ядрами вполне себе раскачивает даже мощные видеокарты. А вот если у вас уже есть мощный ПК с Core i9 с кучей SSD, то если вы поставите Optane, то разницу вряд ли заметите. Но здесь можно купить обычный Optane SSD. Опять же, не путаем Optane SSD и память Optane. Всё-таки компьютер станет чуть-чуть шустрее. Теперь пару нот. Первое. Если вы с флешки копируете файлы на HDD, то скорость будет такая же, как она была бы без Optane. Второе. Не вздумайте вынимать Optane из ПК, пока не отключили технологию через программу Intel Rapid, иначе данным на HDD хана. Так что отключите, потом извлекайте. Третье. Optane работает в паре с одним накопителем. Им, кстати, не обязательно может быть HDD, хоть к SSD его приплюсовывайте. Разница на средних ПК всё равно будет. Что по ценам. Отдельную планку Intel Optane можно купить за 2, 3, 4, 5 тысяч рублей в зависимости от объёма. Пока доступны планки на 16 и 32 гигабайта. Но в собранном устройстве, например, в ноутбуке она значительного влияния на стоимость не оказывает. Так как обходится, в принципе, дешевле, чем SSD. Такие ноутбуки тоже уже есть. На некоторых сайтах даже раздел сделали. Допустим, в DNS можно выставить настройку по наличию Optane и его объёму. Ну, кстати, в наших реалиях ноутбуки совсем недорогие. От 30 тысяч. Да, и это тот самый HP столько и стоит. А работает очень шустро. Не скажу, что он эталон, но за эти деньги вполне рабочая машина. Офис, простые игры и куча других приложений будет запускаться на ура за несколько секунд. А офисные программы есть работа с мелкоблочкой. При этом памяти здесь 1 терабайт, чем не предложение года вообще. Что ещё сказать-то можно? Вскоре Intel обещают запустить продажу консюмерский SSD с Intel Optane Memory для простых смертных. Там не будет серверных технологий, которые нам с вами, в общем-то, по барабану. А ещё Intel не хочет ограничиваться одной лишь SSD-памятью, поэтому с технологией 3D Crosspoint будет и оперативка. Так же совсем скоро. Вот там на результаты будет интересно посмотреть. Есть даже название — Intel Optane DC Persistent Memory. А у меня всё, пока! Привет. А это поближе может? Но судя по догадкам... Но судя по догадкам... Но судя по догадкам... О чём там? Но судя по догадкам... Но судя по догад... СЛЦ КМЛЦ? Но, судя по догадкам, нам 2 минуты буквально.